Всем привет, с вами Глория Рай, и это новости, слухи и обсуждения эфиров телепроекта Дом-2 на сегодня. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Приятного прослушивания! Алексей Кудрышов уже танцует стриптиз с Настей Болинской. Кудрышов всегда обожал привлекать к себе внимание какими-то эпатажными поступками. История любовного треугольника позволила ему стать одним из обсуждаемых участников. Обе девушки никак не могут распрощаться со своими чувствами к нему, а он по очереди вертит то одной, то второй, удивляя их приятными сюрпризами. Сейчас настала очередь Насте Болинской, которой он станцевал стриптиз. Участник порадовал Настю Болинскую, Леша не скрывал, что ему хотелось бы двигаться красиво на сцене. Причем предпочтение он отдает популярному направлению, снабженному эротическими элементами. Первые па Леша отрабатывал на Насте Болинской. Леша вдохновляет слава Тарзана, и он всегда мечтал быть стриптизером. Красивая фигура нужна ему как раз для того, чтобы нравиться девушкам и соблазнять их своими танцевальными движениями. Нахождение на проекте не заставило его отказаться от мечты. Леша станцевал для блондинки и опубликовал видео у себя в Инстаграм. Вызвали поработать, но я и отработал на 100%. Давайте устроим аукцион в комментах, кто сколько забашляет за танец от Алексея Кудряшова. Но знаете, Кудряш бесценен, написал Кудряшов. Поклонникам понравились танцы Кудряшова, но они посоветовали не выкладывать их в сеть, а оставлять для своей девушки. Кстати, несмотря на заигрывание Леши с Болинской, с которой он недурно провел время в отеле без камер, Настя Иванова уверена, что он еще не остыл к ней и хотел бы вернуть ее. Девушка уверяет, что Алексей ревнует ее к другим мужчинам и всегда дает реакцию на ее общение с кем-то из участников. Однако они только недавно расстались, причем по инициативе Ивановой, отказавшейся спокойно воспринимать измену возлюбленного. Но уже через несколько дней она явно пожалела о своем решении. Алена Савкина поддержала Илью Ябарова, потроллившего Романа Макеева. Алена радостно поддерживает издевательские шутки в адрес Романа Макеева со стороны ее бывшего жениха. В любовь молодой мамы зрители и так верили с трудом, а после демонстрации откровенного презрения к бедному Роме становится понятно, что мужчине действительно лучше оставить свои попытки завоевать Савкину, не способную подарить ему ни любовь, ни хотя бы уважение, в благодарность за внимание к сыну. Участница повела себя некрасиво в одном из последних эфиров и спровоцировала возмущение той части зрителей, которая пребывает в восторге от Романа Макеева. Мужчина смог дозвониться с Ишел к возлюбленной, заверил в нерушимости своей любви, попросил поставить для нее красивую песню Ольги Бузовой «Миром правит любовь». Вместо того, чтобы оценить такой подарок и знак внимания, или хотя бы просто промолчать, Алена бурно отреагировала на шутку Ильи Ябарова, заявившего, что нужно было ставить его песню «Алена». Почему-то Савкину это так развеселило, что она принялась хохотать просто до слез. Илья, понятное дело, тоже не отставал. Можно предположить, что приезд Романа Макеева на поляну не принесет ему ничего хорошего при таком отношении Алены. А поклонникам Макеева кажется, что раз уж он по каким-то причинам не может откреститься от этой истории любви и вынужден ее продолжать, следует все-таки заставить Алену его уважать. И Ябарова тоже. Стоит отметить, что Илья не позволяет никаких выпадов в адрес Насте Голд, не высмеивает ее сам и не обсуждает нынешнюю возлюбленную с Аленой. Так что при всех своих недостатках он еще ухитряется показать достойное поведение, в отличие от неблагодарной Савкиной, относящейся к Макееву хуже, чем к прислуге. Кстати, в реальном времени Макеев уже на поляне, Рома и Алена помирились и снова вместе. Никита Уманский и Клавдия без верхов расстались. Совсем недавно пара выставляла фотографии с помолвочными кольцами и называла друг друга мужем и женой. Зрители радовались за влюбленных и ожидали от них свадьбы. Но, видимо, бракосочетания так и не произойдет. Пара заявила о том, что их отношения закончены. Несмотря на идиллию в паре Никиты и Клавы, Уманский признался в том, что чувства в паре стали угасать. Парень заявил, что ему нужна более взрослая и опытная женщина, которая знает, как строить отношения и вести себя с мужчиной. Также Никита заявил, что Клава не умеет справляться с жизненными трудностями, а также не удовлетворяет его в постели. Сама же девушка заявляет, что дело вовсе не в ней. По ее словам, у Никиты начались проблемы с эрекцией, которые он отрицает. Так, недавно Клава делала Никите эротический массаж, на который парень совсем не отреагировал. Это обидело Безверхову. Но в целом идею расставания она поддержала. И страдающей она вовсе не выглядит. Бывшая участница Ирина Пинчук показала свою новую грудь, и все в шоке. Ирина Пинчук решилась на новую пластическую операцию. Обладательница силиконовой груди третьего размера увеличила свои формы. Для этого Пинчука отправилась в Стамбул, заручившись поддержкой Арая Чабаняна. Кстати, который тоже там же сделал себе пластическую операцию на нос. Накануне уже перенес Шерри на пластику, Арай показал, как страшно выпускница Дома-2 отходит от наркоза. А вот теперь многих напугал вид груди Ирины. Девушка закачала в себя импланты настолько огромного размера, что ее бюст даже не помещается в белье. Пинчук предрекли скорые проблемы из-за огромного пятого размера груди. Мало кто сомневается, Ири придется столкнуться и с болями в спине, и с неудобствами во время сна, и проблемами со здоровьем. И выпускница Дома-2 наверняка еще пожалеет о своем неправильном выборе. Новые скулы изуродовали Юлию Белую. Юля никогда не могла похвастаться своим интеллектом, а вот красоты девушки было не занимать. Зрители помнят, какой миловидной была Юля, когда только пришла на проект. Однако в последнее время от прежней привлекательности блондинки не осталось ни малейшего следа. Белая никак не может остановиться в погоне за идеальной внешностью и уже потерпела фиаско. Судя по свежим фото, не так давно Юля обратилась к косметологу, чтобы изменить форму скул и сразу же резко подурнела. Участницы реалити-шоу сравнили с гуманоидом. Половеры убеждены, чтобы исправить ситуацию, Белой придется набрать вес и перестать колоть лицо и губы. Впрочем, вряд ли девушка готова отказаться от бесконечной череды преображений в погоне за модой. На Доме-2 открывается новая площадка. Проект Дом-2 готовится к открытию новой, уже третьей по счету съемочной площадки. Первая поля на Москве, вторая на Сейшелах и третья в городе Полярный, что находится в Заполярье. Построить любовь больше не будет главной задачей для наших героев. Выжить в суровых условиях – вот важная миссия новой площадки. Никакой изнуряющей жары и палящего солнца Сейшел, только белый снег и близость белых мишек. Пара участников уже успели съездить в командировку и выяснить, где в скором времени будут строить любовь коллеги по телестройке. Даниил Сахнов и Артем Сорока первыми ступили на новую стройку. Парни узнали, что новым ведущим на площадке станет Михаил Пореченков, который уже бывал в Полярном и даже проживал там какое-то время. Правда, не совсем по своей воле. На месте съемочной площадки будет временный палаточный городок, обнесенный забором, пока не окончится строительство основных домов. Как в условиях Крайнего Севера будут выживать наши участники и какая главная цель у реалити с необычной локацией, пока остается в секрете. Известно лишь то, что новая площадка откроет свои ворота 28 октября. Поклонники Юлии Фременковой поняли по ее постам, что она все еще любит Сергея Кучерова. Юля напомнила своим фолловерам, что она особенная девушка и мир видит не так, как все, предпочитая подлецов, а не сомнительных святош. Но хотя ведущая заявила, что поддерживает исключительно честность и кое-кто из поклонников обвинил ее в лицемерии, Юля подозревает в чувствах к Сергею Кучерову, желанию быть с ним и проектной связи с Мандезиром Светамуром. Юля призналась, что она никогда не поддерживала то, что получала одобрение от большинства, и это имеет отношение как к фильмам и книгам, так и к людям в равной мере. Юлия Фременкова считает, что лучше общаться с подлецами, так как там уже понятно, что они могут выкинуть в любой момент, чем окружить себя лицемерными, добродетельными людьми. Почему-то ее пост натолкнул некоторых подписчиков на мысль о том, что Юля до сих пор думает о Сергее Кучереве, ее даже упрекнули за продажу отношений за деньги и укрывание правды, мол, все и так знают, что роман с Мандезиром является чисто проектной историей, а на самом деле Юля за периметром использует возможности для встреч с бывшим мужчиной. По постам Юлии многие все поняли, и ее грустные песни в сторис о боли в груди тоже говорят сами за себя. Кстати, расставание влюбленных для многих стало неожиданностью, так как Юля и Сергей лишь недавно помирились и демонстрировали удивительную идиллию в отношениях. Вскоре после расставания Юля начала встречаться с Мандезиром. Хотя роман ведущей и участника длится не один месяц, все еще остается немало тех, кто никак не может поверить в их искренность. На сегодня это все новости Дома 2. Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. До скорых встреч!